У меня что-то происходит. Непонятно что. Мы можем начинать лекцию. Меня видно? Сай, мы вас слушаем. Окей. Если я могу начинать, я представлюсь. Меня зовут Исраиль Горелик. Я в стране с 1990 года. Это год большой Алии. Занимаюсь, среди прочего, также и лекциями по еврейской истории. По Танаху. Я также специализируюсь на храме. Сегодня мы поговорим про Рошашана, еврейский Новый год, еврейские летопчисления. Коснемся некоторых деталей. С каких пор мы отмечаем данный праздник, вот откуда мы про него знаем и т.д. и т.п. Это вкратце. Окей. Говорит нам Мишна, ее очень легко запомнить. В трактате Рошашана. Почему легко запомнить? Потому что это и первая Мишна, и первая глава. Вот буквально первые слова я открываю, не нужно ничего искать, очень легко. Начинается так. У евреев, оказывается, есть четыре, ни много ни мало, новых года. На самом деле, Рошашана буквально переводится, это голова года. Глава года, начало года, но не Новый год. Вот. Так, начинается, интересно, с чего Байхат Банисан Рошашадыш Лемилахим у Рыгалима. Первого Несана, да, ну и как раз с вами перед первым Кишрей. А тут вдруг Миша начинается с первого Несана. Это Новый год для царей и для праздников восхождения. Рыгалим – это три праздника восхождения в храм. Это Песах, Шавот и Суккот. Далее. Байхат Байлул. Рошашанале Маасер Бейма. Первого Элула – это, ну будем говорить по-русски, да, Новый год для отделения десятины от скотины. Этот Новый год мы сейчас не отмечаем единственный. Почему? Потому что нет храма. Вот. Это зависит напрямую от храма. Далее. Байхат, там сказано, Раби Лезер, умер, расходы, что Мурим Байхат Батишрей. По мнению Раби Лезера, это первого Тишрей, но мы говорим про Тишрей. Байхат Батишрей, Рошашана, Лешаним, Лешмитим, О, Ле Йовелот. Первого Тишрей, который будет у нас буквально через неделю, да, это Новый год. Для Шаним, да, то есть для Летосчисления, Лешмитим – это слово Леашмитт или Лешмот, буквально стереть, стирание долгов у человека. Ле Юбилет, то есть для юбилеев. Юбилей – это раз в 50 лет мы отмечаем этот год. Вот, и что-то за год, когда все наделы, которые ты мог заложить, наследственные, возвращаются к владельцу, причем безвозмездно. Понятно, что есть масса оговорок у мудрецов, как сделать, чтобы прежний хозяин не пострадал, но это про первого Тишрей. И чем заканчивается, интересно, перечисление новых годов, который, какой у нас четвертый Новый год, сказано «Баехат бешват, розжишина ле Илан». Первого Швата – это Новый год деревьев. По словам школы Шамая, «Бет Гелелем Рим Бахамиша Сарбу» по школе Гелеля, 15-го Швата. Это более-менее Мишна, как я сказал, очень просто запомнить, скажем так, ее адрес, место расположения. Это первая глава, первая Мишна. В четыре еврейских новых года. Мы поговорим конкретно больше про первой Тишрей и, конечно же, коснемся, почему Мишна начинает перечисление еврейских годов с первого Ниссана вдруг. Во-первых, если мы возьмем Тору, да, из Торы мы черпаем, в общем-то, еврейские праздники – это праздники, можно сказать, религиозные. В недельной главе «Бо» книги «Шмот» мы впервые встречаем месяц Авиву. Он соответствует месяцу Ниссан. Вообще, современные названия месяца в еврейском календаре мы заимствовали у вавилонцев. Мы были 70 лет в изгнании в Вавилоне после разрушения первого храма и, можно сказать, там многого набрались. В частности, название месяц. Вавилонцы, точнее, это были акации. Вот они делили год на 12 месяцев, у каждого было название. Они были язычники. Оно соответствовало одному из башков, грубо говоря. Еврейские названия мы некоторые помним. К примеру, месяц Авив, я уже сказал, это месяц Ниссан. Так вот, по Торе мы начинаем наше отчисление, да, летоисчисление именно по первому Авиву, то есть первому Ниссану. Тогда возникает вопрос, при чем здесь в первой киши? И я думаю, не случайно вот Натан выбрал как претензативную картинку к моей лекции кадр из голливудского фильма «Авраам», если не ошибаюсь, 1956 года. Вот там прекрасные декорации, которые показывают нам стены Вавилона вот с его главным зекуратом. Зекурат – это более-менее слово «зикарон» – еврейское, то есть память. Возможно, имеется в виду та самая Вавилонская башня, имеется здесь храм бога Белу. Был один из верховных богов у Халдеев или Каздинь. Вот там, где, как я сказал, мы были 70 лет в плену. Интересно, что, если мы смотрим названия еврейских месяцов по Танаху, у них есть более-менее номера. Сказано, допустим, в книге царей, когда был разрушен первый храм, сказано 10 числа 5 месяца. Пятый месяц – это месяц Аввы, получается. Получается, что летовщисление, как я сказал, идет именно от первого Ниссана или первого числа месяца Аввивы. И, в общем-то, Мишна тоже это говорит. Новый год для царей и для праздников восхождения. Тем не менее, это не ответ на вопрос. Мы знаем, что первого Тишина мы начинаем летать Чечень. Вот. Получается некая, скажем так, закавыка. Это интересно. Я знаком лично с одним из известных эскурсоводов. Он проживает в городе Кирья-Цефер, это кредитный город. Он сам корнестольский хасид. Он издал книгу «Танах и археология». «Танах и археология» и он там высказывает интересную мысль, что, возможно, в древности, в эпоху царей, были два новых года для летоисчислений. То есть параллельно. Вот такой стихотворный. Хотя нигде мы не находим намека на то, что первое Тиши – вот это у нас начало летоисчислений. Он называется конкретно в недельной главе «Пенхаз» книги «Бамидбарн» «Юртруа». День трубления, буквально. Интересно, что сказано «Юнтруа» – день. Мы отмечаем, вы знаете, два дня Нового года. В основном это связано с тем, что после разрушения первого храма происходили сбои в еврейском календаре. И с тех пор Багалуёд, то есть в Россении евреи до сих пор, кстати говоря, это сохраняется, отмечают праздники два дня, чтобы не ошибиться. Почему? Раньше необходимо были два свидетеля для того, чтобы подтвердить, что начался месяц. Напоминаю, месяцы у евреев, они лунные, то есть зашла новая луна, пришли в суд два кошерных еврейских свидетеля и подтвердили, что да, они видели луну. Моментально эта вещь распространяется по всем еврейским общинам. Как это делалось? Были огни. Ночью зажигали огни на вершинах гор. И очень быстро новость доходилась вновь до Бавилона. В Бавилоне была крупнейшая еврейская диаспора. Вы видите на, как я сказал, презентативные картинки именно панораму Бавилона. Это блестящий декоратский, я уже говорил, голливудского фильма «Авраам». Окей. Это что касается отношения к первому тишери. А, день трубления. Что за день трубления? Важно посмотреть, что мы читаем, какие отрывки истории в еврейский Новый год. То есть мы ведь отмечаем, по идее, наш день рождения, то есть сотворение человека. Оно происходит на шестой день творения. Вот, то есть получается, что первое тишери выпал на пятницу. Что интересно, в чем парадокс. Парадокс в том, что никогда в наше время первой тишери на пятницу не выпадает. Тогда выпал. Ну, это опять я напоминаю, что происходили сбои в еврейском календаре после разрушения первого храма. Почему? Потому что высший суд начинал на храмовой горе. Она была, в общем-то, уничтожена. Храма не было. Халде его разрушили. И не было кому передавать сведения, что появилась новая луна. Мы знаем, в общем-то, про эту церемонию из-за траката Гора Йот в Майлонском Талмуде. И это время уже второго храма, что интересно. Но, как бы, сведения по исчислению месяцев и годов мы получаем, конечно же, истории. Это еще время до, даже до основания Мишкана, скини в шилок. То, что я хотел коснуться, именно Йом Труа. Теперь, почему я упомянула, важно обратить внимание на отрывские истории, которые мы читаем. Если это день сотворения человека, буквально наш с вами день рождения, логично, чтобы мы читали отрывок из недельной главы Берешит, где рассказывается про сотворение человека. Верно? Теперь вдруг мы обнаруживаем, что мы читаем в первый день пророждение Ицхака, а второй день, там вообще, как бы, отрывок полной драмы. И мы, кстати, его повторяем каждый день в утренней молитве. Называется Акидат Ицхак. Буквальный перевод жертвоприношения Ицхака. Как это объяснить? Где здесь Авраам? Авраам, извините, я имел в виду Адам. Адам первый человек. Он сотворен из земли. Вот, и отсюда его имя, название, да? Адама Адам. Как, скажем так, это можно объяснить? Ну, мы знаем, что... Слиха, слиха. Изменить иллюстрацию? Там же было приношение Ицхака, нет? Ну, я хочу дойти до него. А, окей, без этого. Нет проблем. Слиха, слуха, слуха. Я скажу, как да. Я скажу. Окей. Почему мы не читаем про рождение или сотворение Адама, да, Ихавы? Ну, мы знаем, что они не устояли в Нисайон. Нисайон – это испытание, да? Испытание все подтвергают в этой жизни. Их испытание было Нахаш, змей, вы знаете. Вот. Испытание, да, можно как бы упасть в испытании. Но надо уметь держать ответ за свои поступки. Вы знаете, что когда Всевышний обращается к Адаму, да, после того, как он нарушил запрет, значит, есть плодов от дерева познания добра и зла, помните? Ему Господь говорит, Аека, где ты? Да. Интересно, что ему отвечает Адам. Я напоминаю, это тоже легко допомнить. Первая наша недельная глава Берешит. Он говорит Господу Иша, а в Шерна-Крата и Мади, то есть женщина, которую ты дал мне, в общем, она меня соблазнила. Теперь, что он хочет сказать, он говорит, что это виноват не я, это виновата женщина. А если не она, так это ты виноват, ты мне ее дал. То есть мы видим градацию. Интересно, что наши мудрецы, есть мидраж и танкума, и мидраж раба, я видел, и там, и там, значит, говорят, что это психология мужчины. Он сейчас и сваливает на женщину, свои неудачи. Ну и в этом тоже что-то есть, потому что женщина – это как бы основа дома. И когда она направляет мужчину в нужном направлении, то, в общем-то, он преуспевает. И тут это взаимосвязано, скажем так. Но это психология мужчины, сваливать все на женщину. А если не на нее, тогда ты, Господь, виноват. Интересно, что Агмара в Тратате Санкидрин задается вопросом. Господь обращается к Адаму после греха, потом к Хаве, и спрашивает, почему он не обращается к Нахашу, к змею. Так интересно, Агмара говорит, что она дополняет, что он к нему тоже обратился. Ведь там были три действующих лица в этом сценарии. И что ему отвечает? Но почему слова Нахаша не приведены в Торе? Они были очень геткие. Что говорит Нахаш? Отвечается змей Всевышнему. Деврейга Рав, деврейга Талмид. Деврейми Шумын. То есть, что сказал Рав, да? И что сказал его ученик? То есть, он говорит, я ученик твой, Господень. Так кого нужно слушаться? Рава или ученика? То есть, вот почему Господь, то есть, в Торе не обращается с вопросом к змее. Он сразу, как бы, его проклинает. Поэтому мы в первый день праздника читаем про рождение Ицхака. Почему? Что там было, как бы, как Ицхак выдерживает свои испытания? На самом деле, это касается не его скорее, а его отца Абрама. Вообще, Ицхак – это личность, скажем, сдерживания. Вот. У него нет такой, скажем, такой яркой биографии, как у его отца Абрама. И тем более, как у Якова. Это жизнь Якова – это драма, можно сказать. Это драма. Когда мы читаем на завтра про жертвоприношение Ицхака, накидать Ицхак, у этого отрывка, это конец недельной главы Вайра, есть очень четкие границы. Если у кого есть с собой сейчас, допустим, Хумаш, он может открыть вместе со мной конец недельной главы Вайра, вот это, получается, четвертая глава недельная, да, книги Берешит. Так, там, как я сказал, есть очень четкие границы. Начинается рассказ, да, «Вайги Ахар Гадварин Гаэлле», и было после этих событий, и заканчивается этими же словами, «Вайги Ахарей Гадварин Гаэлле». Опять, и было после этих событий. Я уточню, все же, какая разница между началом и концом отрывка. Ну, более-менее, содержимое вы знаете, да, то есть, Господь приказал Авраму принести в жертву его сына, единственного Ицхака. Вот, вот, кстати, да, сейчас можно показать нам блестящую работу главы коллегии художников Института Храма, где ваш покорный слуга тоже является искусствоводом, лектором. Вот, ну, это предыдущие, ладно, пускай будет это. Давайте начнем с этой работы, это моя работа, я тоже художник, мы сейчас ее качнем тепло. Итак, я, значит, дам немножко введения. Сказано, и было после этих событий, и Господь испытал Авраама, не Ицхака. Мы читаем, мы читали вчера первое тиши про рождение Ицхака, да, а сейчас вдруг испытание Авраама. Значит, он ему говорит, и сказал ему Авраам, обратился к нему Авраам, он отвечает, вот я. Вы чувствуете разницу? Когда он обращается к Адаму, Господь, да, он говорит Айека, ему отвечает Адам, Иша, ашернота, то есть Адам, во-первых, прячется от Господа, Авраам здесь не прячется, он говорит, вот я, то есть я готов нести ответственность за свои поступки. Какой там был поступок, что предшествовало этим событиям в казном войне Ахара двори Маэле. И было после этих событий был бридж союз, который заключил Баэршеве, Авраам с царем Плештим Авемелехем и его военачальником Стихолом. Это прямое нарушение запрета, который приведен у нас в последней книге Торы дворин, 17 глава, да, там сказано конкретно не заключая союза с жителями этой земли. Это еще до дарования Торы, не знаем, да, так говорит нам прежний любописк ревер Раяц, что, в общем-то, наша история делится на два периода, до дарования Торы и после дарования Торы. Он говорит, что Тора была всегда, но до дарования Торы мы исполняли Тору по принципу нишма венасе. Поймем и исполним. Абрам пришел к вере в Господа, потому что он понял, что есть единый хозяин во Вселенной. Поэтому нишма венасе поймем и исполним. То есть, скажем так, можно было это определить как добровольное подчинение воле Господа. После горы Синай, когда мы поклялись на сэвенишм, сначала делаем, потом поймем. Мы стали обязанными жить по этим законам, так говорят наши мудрецы. Получается, что Абрам тоже знал про этот запрет. Я говорил, что в общем-то, да, можно подвергаться наказаниям, можно путыкаться, можно падать даже, но важно для Господа держать ответ. Абрам говорит, вот я. Он готов нести ответственность. Поэтому мы читаем этот отрывок именно на Новый год. Интересно дальше продолжение. Господь говорит, возьми своего сына, единственного, которого ты любишь. Уже есть противоречие. Почему? Потому что у Абрама было два сына. старше был Ишмаэль, был младше Ицхак. Так как бы есть противоречие единственного, которого ты любишь, а что он не любит Ишмаэля? Тут тоже есть один нюанс. Это уже было после изгнания Ишмаэля и Агарии, его матери. Вот Господь говорит Абраму, кого можно любить. До такой степени. Это очень интересно. И далее он приводит имя Ицхак. И он говорит далее Иди себе снова Помните в третьей главе книги Берешит есть тоже Лят Лиха. Натан, меня видно? Да, отлично. Окей. Я прошу прощения пока не Сирен в электронике. Иногда у меня могут быть такие сбои. Окей. Короче сказано, что Абрам берет с собой Ицхака, берет осла, берет отроков, говорит нам Медраш, что это были Раши тоже говорит Медрашу, его управляющие делами Элиэзер Иждам Ицхак из Дамаска и Ишмаэль. И они идут в землю Мория. Принести жертву на одно из гост. Афер Арека, который я укажу. И далее сказано, интересно, что проходит три дня, Байомаш лиши, во Исавраам это Ина, во Яр это Махом просвечивается прообраз будущего храма, говорит нам Медраш Телкутшим Они увидели Микдаш Бануй Байема, как будто построенный храм при Аврааме. И там уже есть дышин, то есть дыбок от жертвоприношений. Мы видим с правой стороны от Авраама Ицхака и Занхедров. Они смотрят издалека на это место. И тут Ицхак спохватывается и обращается к Аврааму. Второе обращение к нему. И что он говорит? Вайомер ави ави опять он обращается ты же мой отец говорит Ицхак. И Авраам ему отвечает да, да я твой отец я здесь. Ицхак не унимается он говорит вот огонь да и вот дрова где же огнец для всесожжения то есть Ицхак начинает понимать к чему все идет. Отвечает ему Авраам Господь удрит себя для всесожжения сын мой зачем он говорит сын мой бни так непонятно что Ицхак его сын он говорит бни он говорит ты сын мой и будешь этим адам и далее сказано и пошли оба вместе то есть Ицхак принимает на себя приговор они доброго не идут к этому месту вот но вы знаете что далее Авраам связывает Ицхак а сейчас можно показать работу Залмана Сметова конкретно это чертоприношение у меня не получилось сделать хорошую репродукцию но там более менее видно что Авраам заносит руку с ножом Мехерет сказано да и его останавливает ангел видна эта работа да сейчас я его больше сделаю короче что происходит а вы знаете что вдруг подходит момент ангел да говорит то есть не причиняй зла отроку и Авраам видит в зарослях на этой работе это нижний правый угол вот там мы видим этого ай барана который запутался рогами в ветвях терновника можно увидеть если присмотреться интересно что есть спор да в Тартате Бава Батра еще в Гмаре сколько было лет тогда Ицхаку и там даются разные версии от трех лет интересно что на мозаике на полу в синологе Бетальфа это север страны нашли тоже изображение этой сцены и там он мальчик маленький буквально ему три года по одной из версий здесь ну как бы вы знаете что Раши говорит что ему было 37 лет тогда Ицхаку тут действительно похоже на такого уже довольно развитого мужчину окей и чем заканчивается вы знаете эта история да те же рамки да и тут снова начинается и было после этих событий то же самое новое единственное что в чем как бы разница начинается и тут разница всего в одной букве буква Юд буква Юд это буква из имени Гавайя Гавайя это имя имя Господа которое соответствует его мере милосердия Господь как бы принял милосердие к Ицхаку и его спас с тех пор мы читаем этот отрывок каждое утро и в чем было его милосердие а в том что вдруг тема меняется сказано Юга для Авраам сказано было Аврааму вот вот милка родила сыновей брату твоему нахору и начинается перечисление этих сыновей да заканчивается бетуэлем и сказано про бетуэля бетуэль иран это ривка уна эле ялда милкали нахор Авраам 8 этих вот человек родила милка нахору брату Авраам Раши говорит что вся эта история все это перечисление дано только ради упоминания ривки почему ривка будет его сужиной почему именно сейчас об этом говорится Исхак выдержал испытание и заслужил свою сужину это грубо говоря что касается этого отрывка который мы читаем в Торе вы знаете что с момента Гзерот я воним как это по-русски сказать жестокие постановления Антиоха вот это время Хашмонаим у меня пропадает изображение меня видно да окей мы читаем также параллельный отрывок этому и в пророках такой у нас параллельный отрывок жертвоприношению Исхака вы знаете это как раз история Эльканы и Ханы да то есть Элькана говорит Медраз был один из вождей народа вот и он регулярно поднимался в храм делал то есть Шалош Регалим три раза в год он в храм тогда был еще не совсем храм был Бейташем дом Божий и он стоял в Шилот так сказано что у Ханы тоже не было долго детей мы знаем что когда родился Исхак у Рейски не было детей 20 лет это тоже как бы серьезный срок и у Ханы тоже не было долго детей вот ну и там есть рассказ в нашей авторе что Хана ей просто надоело это потому что ее как бы если можно сказать коллега то есть у Эльканы были две жены Хана и Пнина у Пнины были дети и Пнина ее заслаждала что вот мол у меня дети есть у тебя детей нет хотя интересно что Хана была любимая жена у Эльканы и она приходит в храм и молится и молится так страстно что сказано только губы движутся но голоса не слышно там была иллюстрация поставить ее нет да можно поставить молитву Ханы я вроде это нет Хана приводит Шмуэля в я молитву присылал это должна была быть гравюра Гюстава Дуре вот тоже можно это поставить это тоже работа моего преподавателя тоже по искусству Дмитрия Барановского молитва Ханы в Шило вот он жил в поселении Санур в Самарии мы видим прекрасно Хану около жертвенника и напротив нее сидит на своем месте Эли в костюме понятно первого священника вот вот именно эта сцена сказано только губы ее движутся но голос не слышно сказано Вайшавея Эли Ля Шикура и показалось Эли что она пьяна немного не мало вот ну и далее что происходит он подходит Хане и говорит до каких пор ты не протрезвешь от твоего вина отвечает ему Хана удивленно как господин может мне такое думать Марат Ановхид мне тяжело на душе вот я молюсь за сына и тогда Ильев благословляет интересно что на сей раз это благословение исполняется проходит год Хана рождает сына но перед этим вы знаете что она страстно молится и это кажется странным в глазах Ильи так это было не просто молитва это был еще Недр это Недр это зарок она дает зарок что если она рождает сына она дает его на служение после того как отнимет его от груди в храм тогда храм как я сказал это был дом божий в шило и почему это не храм а дом божий говорит трактат Звахим что там были стены из камня да но была текрата временная крыша вы видите что там натянуты такие вот как бы шкуры да козьи это это крыша такая в доме в шило потому что понимали еще это не то место которое избрал себе господь это первый период наш назывался период судей и тогда кстати говоря судья был элит и он же был первосвященник это что интересно у меня доканчивается я смотрю батарейка я с вашего позволения подсоединю к родственским аппарат и продолжу с вами короче говоря проходит год да извините два года год проходит когда рождается шмой и еще два года когда хана его отрывает от груди минута окей слава богу я смогу это сделать окей я с вами теперь интересно что из этого отрывка мы учим много валахот законов хана научила нас молиться до как как только только губы движутся голоса не слышно Там вообще есть интересный рассказ в трактате «Броход. 31 лист» про Хану, что она уже была настолько измучена годами ожиданий, когда у нее будет ребенок, что она буквально начала шантажировать Господь. Она сказала, что если так я не могу родить, я найду человека, с ним укроюсь на глазах у Эльканы, ему придется провести со мной обряд Сота. Придется вода из Мааян, это родник, в каменной чаше. Каменная чаша не воспринимает нечистоту ритуальную. И, значит, пишет на пергаменте имя Господа, которое стирается в этой воде, ее дают выпить женщине, которую подозревают. Сказано, что если она таки нарушила верность мужу, у нее подойдет живот, короче, с ней происходит родное несчастье. А если нет, она тут же забеременеет сыном. Она говорит, что если так, так я проведу этот обряд, и тебе придется дать мне сына. Ну, мы знаем, что все происходит несколько иначе, потому что она дает недер, то есть дорог, что сын, который у него родится, вот он будет посвящен в храм. Интересно, что Эли на посту, как я говорил, судьи сменяет сам Шмуэль. И что еще интересно, Шмуэль, он будет последний судья в истории Израиля, который помажет на царство, он же будущий пророк, вот первых наших царей. Сначала Шаула, потом Давида. Это как два периода у нас. Два периода царства, потому что мы знаем, что Шауль гибнет в битве при горе Гильбоа. Вот. Давид уже отстраивает страну и столицу, и храм. Чему это говорю? Два царя, да? Интересно, что у нас в Гаморе, в трактате Рошишена, то, что я сейчас приводил, но это уже Гаморанья Мишна. Так. Десятый лист. Есть спор между двумя мудрецами, Раби Элезера и Раби Йошуа. Когда же все-таки начинать нам летосчисление? Мы знаем, что мы сейчас идем по мнению Раби Элезера, когда он говорит, что первое Тишри – это не врага Олан. То есть, двухсотерену Миша, первое Тишри. Почему Раби Йошуа говорит ему про первое Несано? Как это понимать? Мы знаем, что сейчас мы отмечаем первое Тишри. Я вам уже сказал, что в нашем месяце мы взяли из Галута изгнание Вавилония. Но по мнению вот этого исследователя Даниэля Мошелеви, он говорит, что, видимо, в эпоху первого храма евреи отмечали Новый год первого Несана. Как это так? У нас что, поменялись законы? Не совсем. Последние строки в книге Ишайяву, он назван Гдолинами, крупнейший из пророков. Ну, понятно, Моше – это не пророк Тарабейну. Это уже высший пророк. Вот, так он говорит про Геулу. Это 66 глава. И там есть интересные слова. Последние буквально «беито Ахишена». Господь сказал, что я приведу вам освобождение. Беито в назначенный час. Ахишена ускорю. Так, если в назначенный час, так что ускорять? Вот, так мы знаем, что у Господа есть два главных имени – Гошем Элоким. Гошем – это Гавае. Определяет меру милосердия. А вот Элоким – меру суда. Теперь, мы были в первом изгнании в Египте, да? 210 лет, вы знаете. Вот, но интересно. Мы же знаем, что по сну Авраама, да? Сказано, арбаме отшана, 400 лет, будут твои сыны рабами в чужой земле. 400 лет. Евреи выходят почти в два раза быстрее, как это понимать. Мы так быстро дошли до Шар-нун, почти до 50-х ступеней нечистоты, что если бы мы ее пересекли, уже некого было бы освобождать. И поэтому первое освобождение происходит ахи-шена, то есть ускоренным темпом. Вместо 400 лет мы пробыли в Египте только 210. И с тех пор мы отмечали Новый год, так сказать, на вторе первого Ниссана. Но что происходит примерно 700 с лишним лет спустя, а вы знаете, приходит в 586 год до новой эры, когда царь Вавилонский на муха Нецар сожигает первый иерусалинский храм, построенный в Шламу, да? Евреи понимают, что не все в этом мире судится по мере доброты, мере милосердия. Есть и мера суда. Вот это мера суда. Сложение храма. Изгнание Вавилона. Уничтожение государства. Когда евреи возвращаются из изгнания в Вавилоне, они понимают, что сейчас пришла мера суда. Мы видим уже буквально вот в конце Танаха, очень ясно видно, это в цвитке эстерн, название этих месяцев, акадских, которыми мы пользуемся буквально сейчас. Это были их башки, но мы просто сделали из них, скажем, кошерные месяцы. Более того, в чем парадокс? Парадокс в том, что первый год еврейским отмечали первого Тишри в Вавилоне, когда Навухаднецер заставил нас по книге Даниэля поклониться золотому идолу Мордуку. Мордук – это у халдеев тот самый Тишрий, верховный божок. И только четыре еврейских юноши, вы знаете эту историю, да, отказались поклониться, их бросили в огненную печь, вот, и они вышли не в регимент. Но если бы не они, народ бы просто наш бы исчез. То есть все поклонились, понимаете, то есть даже главы народа, получается, даже раввины. И с тех пор, чтобы исправить вот этот поступок, у нас Новый год начинается не первого Ниссана, как в Таторе, не первого числа месяца Авида, а первого числа месяца Тишли. Более того, не забывайте, что он назван Йом Труада, День Трубления, правильно? Что значит Трубление? Мы берем шофар, правильно? И мы делаем ткийот. Почему ткийот? А, это память о том Аганце, то есть о том баране, которого принести в жертву вместо Ицхака. Это было первого Тишли. У меня есть с собой шофар. Я могу его показать, меня видно? Это шофар. Ну, в общем-то, вы знаете, что ашкенадский шофар и марокканский, это буквально одно к одному. Марокканский, может, немножко более сполирован. Вот есть огромные шофары у Йеменцев. Это более-менее шофар, как память о том роге, благодаря которому этот баран запутался в ветвях Терномника и был принесен в жертву вместо Ицхака. Ну, мы видели с вами сейчас эту картину. Кстати, мы забыли показать вам работу Генриха Семиратского, блестящую, когда хана приводит маленького Шмуэля к Эли. Вот, надо, можете показать? Да, сейчас, секундочку. Да, вот, вот, это именно она. Вот, прекрасно. Я знаю только двух художников, я, в общем-то, вырос на истории искусств, конечно, в художественной школе, в училище потом, которые смогли настолько проникнуть в Татанахом, это гравер известный голландский Гюстер Доре, вот, и русский художник, по-моему, немецкого происхождения, Генрих Семиратский. Это хана приводит во исполнение обета Шмуэля к Эли. Там вообще есть интересный отрывок, ведь человек, который приносит обет, он должен потом принести, когда обет исполняется, повинную жертву. Странно, почему повинную жертву? Ты же обет выдержал, а ты мог его и не выдержать, на самом деле, и поэтому необходима повинная жертва. Это пар бен бакар, это, грубо говоря, молодой бычок. Есть рассказы в книге Шмуэля, сказанной и зарезали ВК и привели ребенка к Эли. Спрашивает Гмара в трактате Брахот 31-й лист Какая связь? Зарезали ВК и привели ребенка к Эли. Что происходит? Когда хана пришла в храм или в шило, или еще не было, и, значит, говорят слушки, давайте подойдем священника, чтобы он зарезал животное перед сожжением, правильно, перед жертвами. Теперь маленькому Шмуэлю всего два года. Но есть закон, который говорит, ребенок начнет разговаривать, его тут же начинают учить Торе. Ну, мы знаем, что по Мишне. Кстати, а вот сказано Бен в Хамешне Микрас пяти лет ребенка обучают Танаху, вот, но с Шмуэлем это был особый ребенок. правильно? Вымолены, вымучены. Вот. Начали его учить буквально с двух лет. Как учат Тору, начинают, боют первые три стиха из книги Вайкра, потом переходят на книгу Берешит. Книга Вайкра, у нее второе название Тора Такуаним. Это переводится буквально Тора священников. вся книга посвящена законам храмовой службы. Интересно, что пятый стих там говорит, что цены Аарона берут кровь для помазания рогов у жертвенника. Газая называется крапления. Рашит там говорит, что кита Базаркшира они не обязаны резать животное, его может дорезать и сам хозяин жертв. Так говорит имя Шмуэль зачем нужен Коэн. Кита Базаркшира вспомнил закон. Интересно, что я углу про три первых стихах. А это пятый стих. Как получилось, что Шмуэль знал пятый стих, его должны были учить сразу после трех стихов берешит, правильно? Но Ханата дала зарок, что он будет служить в краме. Тогда был Хан, я уже повторяю, Шилок. И поэтому ему дали буквально всю первую главу книги Ваикра. Вспомнил этот закон и зарезали быка. В Италии появляется Эли и спрашивает странно, кто зарезал быка. А ему говорят, вот, маленький мальчик, вспомнил голову, которую мы забыли. Оказывается, Шхита Базаркшира, то есть человек некоген может резать жертву. И говорит Эли, ты очень красиво учишь, сын мой, но есть еще закон, который говорит, тот, кто учит закон перед рецептом учителя, а кто там учитель, Эли, правильно, он там с ним распоряжает, он первосвященник, и уполагается смертная казнь. Понятно, что никто не подвергнет казни двухлетнего Шмуэля. У евреев наказывают казнью смертной только с 20 лет. Он говорит, Ханя, ты пришла исполнить свой зарок, этот ребенок не подходит для исполнения зарока, у него плохие качества. И он говорит, дай его мне, я его накажу, но он не может служить в храме. Отвечает ему, Ханя, я за этого отрок молился. Ну, Эли забыл, что он спорит с еврейской мамой. Скажем так. Конечно же, в этом споре победила Ханя. И так Шмуэль стал служить в храме и сменил на посту, как я уже говорил, судьи Эли. Шмуэль это не просто личность. Помните, да, Шмуэль? Он тот, который помазал на царство наших первых царей. Опять два, помните, да? Сначала Шауль, потом Давид. Интересно, что оба называются Машех. Но мы ждем третьего Машеха, он, конечно же, будет Бен Давид из Поконков Давида. И можно в заключении моей лекции показать мою одну из новых работ. Это иллюстрация к Марие Стратеги Рангидрин, 98-й лист, где значит мы знаем, что раби Шимон Бар-Юхай, вы знаете, своим сыном Иллюзара 13 лет скрывались от римлян в пещере в городе Пкиин. Там был родник, там росло дерево фига, и так они пытались и жили. И каждый день к ним приходил пророк Илья и учил их тайным Торы. И к ним присоединился один из мудрецов по имени Йошуа бен Левик. И однажды он спросил у Илья когда придет Маши и говорит ему Илья иди у него спроси сам. Раб Ивашобин удивляется где я его найду. Он говорит в воротах города. Город, который не упоминается в Гморе у мудрецов это город Проклят и это Рим. Видите на моей работе над входом над воротами есть по-латински написано Рома Рим. И он говорит как я найду его при входе в Рим он говорит он сидит среди больных и прокаженных и меняет бинты. и приходит туда Раби и находит там Машеях действительно который следит среди больных и прокаженных вот он тоже следаточивый там все что угодно и он спрашивает когда ты приходишь отвечает ему Машеях Айон сегодня Раби Ивашобен Леви радостный спешит назад возвращаться в землю Израиля все по-прежнему Машеях не пришел и значит он снова видит пророка Илью который учит историю тайной Раби Шимон Марьюхай Вашина Элязара и говорит ну кто-то ему говорит ну видел Машеях он говорит видел ну и что он говорит он не оказался не сдержал свое слово какое слово я спросил когда он придет он сказал сегодня прошло много времени пока вернулся в землю Израиля которую можно было освободить и мы пока все еще в изгнании в Галуте отвечает ему Ильяу он имел ввиду стих из книги Таилем псалмов Айом имбакулит ишмау сегодня если голос мой слышен вот это тоже то что касается боится совершенно назначенный час ускорю если мы услышим голос господа освобождение придет раньше если нет он придет в назначенный час окей ну более менее то что я хотел дать я дал желаю всем конечно что в этом году год называется после субботнего года он должен прийти дай бог чтобы он пришел вот ну и традиционно я оставляю несколько минут может быть даже больше если у кого есть некие вопросы буду рад постараться на них ответить есть люди у которых господа и дамы пожалуйста вопросы если таковые есть ну хорошо эмиль по-моему что-то хочет сказать нет эмиль у меня случайно включился микрофон окей ну хорошо тогда народ как бы обдумывает все замечательно тогда в преддверии рост шана шана то вам всем мы приближаемся окей спасибо ректору Исраилю до следующих встреч хорошо окей всем счастливо и с наступающим праздником до свидания окей всем счастливо спасибо 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 спасибо